Приветствую вас на канале Электрик от Бога. В этом видео я поделюсь с вами одним из секретов обычной индикаторной отвертки, благодаря знанию которого вы прекрасно сможете обойтись без покупки индикаторных отверток в магазине и будете изготавливать их самостоятельно из обыкновенных отверточек. Хоть крестовых, хоть шлицевых, все равно. То есть индикаторная отвертка нам больше не понадобится. Мы будем делать это сами. И поверьте мне, что изготовить индикаторную отвертку вы тоже сможете. Смотрите видео на канале Электрик от Бога и вы все узнаете. Запасемся небольшим кусочком изоленты. Нам много изоленты не потребуется, но прежде чем приступать к работе, надо бы изучить некоторую электрическую теорию. А теория касается того, как устроена обыкновенная индикаторная электрическая отвертка. Давайте разберем ее корпус, отвинтив всего лишь один вот такой винтик-болтик-шпунтик и посмотрим, что же у нее там такое внутри, кроме пружинки, разумеется. А внутри у нее находится вот такая замечательная колбочка. Посмотрите на нее крупным планом. И в этой колбочке мы прекрасно видим, находится какая-то странная лампочка и обыкновенный резистор. Можно было даже в колбочку все это дело не убирать. Действительно, устройство весьма примитивное и весьма простое. И если индикаторная отвертка устроена столь просто, то неужели в моих закромах не найдется чего-нибудь, с помощью чего я смогу повторить эту схему и сделать индикаторную отвертку самостоятельно. Думаю, в любом старом блоке питания или какой-нибудь старой аппаратуре резистор у нас всегда найдется. Как видим, в этой схеме резистор присутствует. Это только ограничительное сопротивление номиналом порядка 500 кОм. Иногда бывает 1 мегаом. Возьмите с запасом 1 мегаом. Это будет вполне хорошо и практично. Но кроме резистора в этой колбочке еще есть вот такая неоновая лампочка. Неоновых лампочек у меня вал пруди или пруд завались. В общем, в моей кладовке неоновых лампочек разных форм, расцветок и размеров полно. Могу использовать вот такую крошечную, могу использовать вот такую большую. Сделать индикатор из неоновой лампочки и резистора может каждый. Но, конечно же, нужен какой-нибудь корпус удобоваримый и безопасный, чтобы можно было все это дело прикасаться руками. Ведь, если вы заметили, то вот эта лампочка одним контактом касается вот этого жала, а другим контактом касается непосредственно руки. Да, представляете? Какой ужас! Мы вот здесь вот через пружинку контачим с фазой на 220 вольт. И это может быть чревато. К концу ролика я скажу, что индикаторами и отвертками пользоваться на самом деле нельзя. Ну а пока я покажу вам свою хитрость, чтобы никогда не покупать индикаторные отвертки, а изготавливать их самостоятельно. Если кто-то подумал, что я сейчас для того, чтобы разместить эти замечательные запчасти в этой отвертке, буду что-то сверлить, строгать и клеить, то вы глубоко ошибаетесь. У нас все будет очень просто и повторимо. Чтобы воспользоваться обыкновенной крестовой отверткой в качестве индикаторной, мы соберем эту схему прямо на ее корпусе. И конечно же, соблюдая технику безопасности, все изолируем изолирующей липкой лентой. Цвет ленты не имеет значения. Я бы предпочел красную, но ее у меня под рукой не оказалось. Ах да, чуть не забыл. Какие там неоновые лампочки в 21 веке? Ну разве можно такую чушь использовать сейчас, когда космические корабли бороздят просторы вселенной и любые чипы делаются на стиральных машинках. Долой неоновые лампочки. Да здравствует решение 21 века. Правда, придуманные эти решения были гораздо раньше, лет сто тому назад. Да, обыкновенные светодиоды. А значит, вместо неонки мы будем использовать вот такую суперсовременную лампочку, которая называется светодиод. Этот элемент прекрасно горит или прекрасно светится под действием высокого или высокочастотного напряжения. И теперь все, вот это, что я держу в пальчиках, конечно, нужно или смотать, или спаять, или свинтить, а потом примотать к этой отверточке. И что у нас получится, смотрите далее. С помощью обыкновенной отвертки, трубочки для коктейля, небольшой проволочки и маленького светодиода, вот такого, можно сделать самому индикаторную отвертку, которая будет крутить шурупы, а заодно находить фазу в розетке. Давайте сделаем. Это покажется невероятным. Как так, с помощью таких банальных и глупых с виду предметов сделать такое нужное, полезное и очень удивительное изобретение человеческого ума и человеческих рук. Но давайте посмотрим, как все это можно организовать. Отвертку лучше подбирать так, чтобы ее жало хорошо входило в отверстие в розетке. Поэтому толстые отвертки мы отложим в сторону и будем заниматься вот с такой отверточкой. Кроме того, веселая трубочка от коктейля лучше будет прозрачной. Это такая же трубочка, но только прозрачная. Она смотрится гораздо красивее. Трубочку придется немножко укоротить, но прежде чем укорачивать, проверьте, входит ли и выходит ли трубочка и жало. Входит и выходит. С помощью глазного дальномера мы определяем, какая примерно часть трубочки должна быть отрезана. А с помощью ногтеманикюрных ножниц мы укорачиваем трубочку до нужного типа размера. Это делается просто. Как видите, получилось. Ура! У нас есть изолирующая накладка на жалоотвертке. Точно такая же, как на отвертке индикаторной фабричного производства. Но а что же будет здесь индикатором? Ведь в индикаторной отвертке редкая и дорогая неоновая лампочка, являющаяся индикатором. Вместо устаревшей неоновой лампочки я буду использовать индикаторный полупроводниковый синенький светодиод. Синенький светодиод хорошо смотрится на синем фоне и дюже пасует до ручки вот этой синенькой отвертки. Он будет здесь смотреться очень и очень хорошо. Но прежде чем его размещать на рукоятке нашего изделия, давайте его модернизируем с помощью кусочка медной проволоки. Как? Сейчас покажу. С помощью старинного метода наматывания медной проволоки на выводы светодиодов, без всякой пайки и галояльников, мы делаем удлинение вот этого индикаторного светодиодного вывода с помощью меди. Готово! Получилось! Можно немножечко приукрасить. Разумеется, если вы любите паять, вы можете все это спаять или склеить оловом и канифолью. Заметьте, никаких транзисторов, диодов и микросхем и батареек здесь нет. Но прежде чем монтировать нашу конструкцию, надо бы определиться с цветом закрепителя, то бишь изоленты. На рукоятку синей отвертки ставить изоленту красного, желтого и зеленого цвета это какой-то нонсенс. Поэтому используем традиционную синюю изоленту. На синем фоне она смотрится замечательно, да и только дополнит дизайн и изящество нашей конструкции. Давайте сделаем это. Самое трудное при закреплении деталей это найти где находится кончик у изоленты. О, кажется вот он. Все остальное делается по накатанной. Отлепляем залипший край и отматываем немножко изоленты. Отлично, красиво. Синие на синим. Это просто великолепно. Теперь размещаем светодиод с удлиненной ногой на рукоятке нашей отвертки. Можно было конечно проточить пазы, сделать разъемы, но кому это надо. Придерживая пальцем мы удерживаем светодиод, а изоленту наматываем поверх вот этих вот контактов. Так будет надежно и красиво. Смотрите, дизайн нашей отверточки приобретает новый смысл. Получилось вполне эстетично, так что можно отрезать излишки изоленты. Ну вот, все закреплено и хорошо примотано. Вот этот вывод светодиода, он будет индикаторным, а точнее касательным. Ну, короче, его мы будем трогать пальцами, когда будем находить фазу. Удлиненный вывод светодиода мы наматываем на металлическое жалоотвертки. Витков может быть несколько, может быть один. Можно даже сделать специальный стальной хомут, который будет припаян к проволоке и намотан таким же образом. Готово. Вот такая эстетичная пружинка. Вполне все хорошо, но надо подумать и о безопасности. Именно для этого и служит вот эта трубочка. Давайте смонтируем все вместе так, чтобы трубочка аккуратно наехала на эту пружинку. Хорошо, но здесь есть опасный контакт. С помощью небольшого кусочка синей изоленты мы изолируем этот провод так, чтобы нечаянно при работе не коснуться его. Практически у нас все готово. И такой индикаторной отверткой можно откручивать шурупы и проверять фазу. Но как? Давайте проверим. Итак, давайте теперь найдем фазу с помощью нашей самодельной индикаторной отвертки. Приблизимся ближе к розетке и, пожалуйста, касаясь контакта, мы видим, что синий светодиод горит. Давайте сделаю это поближе. Свечение индикаторного диода яркое и хорошо различимое не только в темноте, но и на свету. Светит он не менее ярко, чем обыкновенная индикаторная отвертка. Давайте возьмем и проверим остальные части розетки. Есть фаза. Нету фазы. Нету фазы. А на крепежных болтах ничего нет. Розетка смонтирована хорошо. Итак, кажется, с задачей мы справились. Не прошло и пяти минут, как с помощью банальнейших вещей мы соорудили самую настоящую индикаторную отвертку, которая не только не утратила своего функционала. Она достаточно безопасна, проста и практична. Ну вот как-то так. Всего лишь с помощью старой крестовой отвертки и небольшого светодиода я заменил то, что продается в магазинах и вполне успешно. А заодно мы узнали тайну старой индикаторной отвертки и еще один секрет. На самом деле пользоваться индикаторными отвертками для так называемого поиска фазы или искать вещи металлические, точнее предметы, точнее запчасти машин или части машин, находящиеся под напряжением, практически нереально, особенно в нашем 21 веке, потому что присутствие высокочастотных токов и напряжений не дает нормально работать такому устройству. Отвертка может светиться в самых неподходящих местах, несмотря на то, что эти места заземлены и практически безопасны. Мало того, эта отвертка может не светиться там, где есть очень высокое напряжение и это может вас весьма не порадовать, если вдруг эти части, благодаря тому, что вы их потрогали, проконтролировали, этой контролькой и индикаторной отверткой, а они оказались под напряжением. Ну вот, знание сила, знание здоровья, знание это вообще хорошо. И так что, мальчишки, читайте книжки. А на этом все, пока. С вами был канал Электрик от Бога. Подписывайтесь на канал Электрик от Бога и я расскажу вам еще множество нюансов и тонкостей электрических схем, о которых все вы, возможно, и знали, но давно уже позабыли. И да пребудет с вами Электрическая Сила!